12 часов съезжаем с квартиры, ну, точнее, Михалыч съезжает, а я, я так, заехал. У меня ласточка сейчас это, первый, да. Это Михалыч мобиль, вот, смотрите, какой Михалыч здоровый, ну, по сравнению со мной, а рюкзак у него еще больше, в лифт еле-еле влазил. Да, рюкзак еще больше, там, пиво, вода, на 5 килограмм, наверное, больше стал. Да, таскать, вот, воду особенно обидно таскать, вроде ты ее пьешь, она быстро заканчивается, и много места занимает, и много веса, вот, когда в поход куда-нибудь идешь, воду таскать, таскать как-то, ну, тяжелее всего. Ну, вообще, супер путешественник. Вот, Сереге-то, Симонову, не больно повезло, масса-то у Михалыча, будь здоров. Так, тут, о, на улице погодка шикарная. Ласточка моя. Что, пойдем в ласточку? Ну, ночью, ночью, ночью же, ну, как бы, непонятно. Ночью-то все машины серые. Да. А вот она, моя ласточка, красоточка. Я тоже тут про нее веду. А, так вы же знаете, блин, я же своих снимаю, насколько я. Вы же знаете, что я про нее снимаю видосики, как я там ремонтирую ее, там, еще что-то делаю. Ну, сегодня это вот Михалыч мобиль. Михалыч мобиль. Да, я специально седушку на мелкую передвинул, чтобы она влезала. Так, ну, садись. Погнали. Все хотел. Все хотел Михалыч пригласить в гости, но вот торопимся. Решили, что уже не стоит. Михалыч торопится. Да, Михалыч. Ну, я-то не тороплюсь, что я дома, в принципе. Ну, я тоже там свои делишки. Так, а, ну, пользуясь случаем, так сказать, я официально хочу подарить Михалычу маленький презент в дорогу, чтобы всегда было. Может, он даже, может, сам даже, в принципе, не пить. Вот, в любом случае, пацанам глазовским привет, потому что водка глазовская, калашников, ну, вроде как, лучшее здесь считается. Я закину просто назад пока. А, ну, давай. А там будешь вылазить, да. Потом мне на камеру еще подаришь. А, ладно, ладно. Ну, на самом деле, хороша, и это, типа, местный бренд. Вот, водочный. Калашников бренд города Ижевска, а водка Калашников бренд водочный, города Глазово, там, в этом круге. Блин, сел, пристегнулся, ключ не вставил. А так вот, прекрасный человек. Много не говорит, я вообще болтун просто конкретный по сравнению с Михалычем. Еду тут чушь всякую несу. Мне даже жена вчера сказала, что говорит, как же он, наверное, от тебя устал, от твоих постоянных разговоров. Кстати, вот, злодейство, я тоже чувствую себя немного виноватым. Заселил, вроде, квартира нормальная, как бы, все хорошо. Кстати, по поводу квартиры, если что, я могу вырезать, что ты в квартиру заселился. А, да зачем? Не надо? Ну, все. Ну, не, не, может, у себя-то вырежи, я там просто... Ладно, ладно. Ну, короче, фишка в том, что вот куда Михалыч заселился, не было интернета. Я три раза спрашивал, есть интернет у вас? Есть у вас интернет? Да, говорят, есть, вот роутер. Мы еще пришли, вот, показывают, все нормально, роутер. И по факту вот не получилось стрима. Я сам до двух часов ночи сидел дома, ждал, когда будет стрим от Михалыча, и не тут-то было. Так, что мы едем в центр, получается? В центр буквально пару памятников культуры посмотрим, и поедем уже. Да, нам не кажется, кто сдавала квартиру, в интернете сидела. Наверное, с телефона в 3G сидела, наверное, для нее один и тот же интернет. Какая разница? Да, кстати, вполне возможно. И не просекла, что, блин, это не Wi-Fi, да? Так, вот, хотел задать несколько таких чисто блогерских вопросов. Вот камера, значит, у тебя Sony получает, ну, самая буквально простейшая, да? Да, да, да. И GoPro, какая лучшая камера? Какую бы ты посоветовал взять блогеру? Ну, для съемок с руки, и вообще для звука, для стабилизации, это, конечно, Sony. Да-да. Ставить и снимать, там, проходить мимо, там, я не знаю, там, в шкаф поставить, достать оттуда. Это GoPro именно из-за форм-фактора, да? Ну, из-за подставочки вот этой, вот она хороша этим, ну, а звук там, ну, я бы не сказал, что он такой хороший. А, картинка тоже трясется, когда вот так вот ее перетаскиваешь, так резко она плывет. Вот, чего у Sony нет. Sony, она вообще, и к тому же, она в кармане занимает больше места, да, чем Sony. Я имею в виду, может быть, она чисто отдельно, без корпуса, и не занимает, но вот у меня в корпусе, да, ну, потому что она без корпуса, вот эта модель и не идет. Вот. Занимает много места, то есть, ну, вот это неудобно. А вот сейчас у меня Sony болтается, я могу хоть на нагрудную этот карман рубашки положить, она будет там лежать. И этим она тоже, это ее плюс большой. Ну, а раньше я снимал на Canon 600D, это вот видео некоторые на канале Redison, да, там опросы на улице. Вот, это все с фотоаппарата. Ну, и часть видео на первоначальном этапе, до того, как камера появилась, это все на Canon 600D. И плюс еще Panasonic, я не знаю, какой, тоже часть видео, вот на канале Redison, снято на камеру Panasonic, забыл, короче, как она называется. Но суть в том, что вот такой вот Panasonic, там, за 20, что ли, мы тогда брали тысячу. Короче, парни, я тогда возьму Sony. Sony, я сам на нее поглядывал. Я на нее поглядывал с того момента, как увидел, что вот как раз Redison и Михайлович, Redison говорил, что у Михайловича Sony. Вот. С того момента я стал на нее поглядывать, и вот сейчас, пообщавшись, вот я тогда еще хотел все время, вот думаю, вот спросить бы у него лично, как вот на самом деле, и вот, вот, смотрите, мысль вообще материальная штука. Круто. Что-то еще хотел о тебе спросить. Не знаю такой вопрос, насколько он, как бы, можешь не отвечать. Вот 60 тысяч подписчиков, да? Ну, сейчас, ну, примерно 60-70. Ну, да, да, да. Ты можешь, грубо говоря... Когда юбилей, 50 когда будет? Нет, нет, я вообще... Я, ты сейчас скажи, я отписался и жду, когда годный контент будешь делать. Нет, я не отписывался. Я шучу, ну, я шучу. Ну, понятно. Я к тому, что... Можешь ли ты жить с этого дела? Сколько, ну, ориентировочно хотя бы денег тебе приносит YouTube без рекламы? Понятно, что ты рекламируешь там различных людей. Вот именно просто с YouTube сколько получается у тебя денег? Ну, как, грубо говоря, вот начинающий ютубер... Ну, с гугловской рекламы, да? Да, да, да. Какая планка должна быть у него в подписчиках, чтобы он понял, что все, вот с этого момента я смогу жить от YouTube и как бы содержать в какой-то степени семью? Ну, во-первых, тут не в подписчиках дело, оно как бы косвенно в подписчиках, да? Потому что подписчики это те люди, которые там в своем фиде, или как он называется, в этом плейлисте увидят, что у человека вышло видео. Вот, но не в это главное. Главное, чтобы видео попадали в топы, вот как у хача. Либо специально так делать, либо видео такое снимать, чтобы попадало в топы. Если в топы попадает, то успех гарантирован. Вот, а здесь, мне кажется, нужно стремиться к тому, чтобы каждое твое видео набирало по сотке 100 тысяч просмотров. Тогда ты как бы с этого можешь жить спокойно. Это, ну, вот я не знаю, вот канал Radisson, да, там в среднем в день от 100 до 200 тысяч просмотров. Ну, понятное дело, что это и новые, и старые видео. В основном даже много, за счет старых видео это просмотров стоит. Вот, там полторы тысячи долларов чисто с просмотров. А у меня от 20 до 40 тысяч просмотров в день. То есть у меня, ну, за март, за февраль, вообще за весну, за эту, мало, доход маленький. То есть у меня там 150-200 долларов. То есть я вот выживаю за счет других каких-то там вещей. Ну, которые, понятно, там, донаты, реклама, да, еще, ну, и плюс там, ну, работаю еще помимо этого. Все, все понятно. Так, что ты еще хотел? А какие-то, может быть, секреты, фишки, как сделать, чтобы видео в топ выходило? Это надо у хача спросить. Все, понял. Я не знаю. Это нужно, чтобы видео набирало первые сутки до 40-30 тысяч просмотров резко. Тогда оно будет в этом в топах. Либо на него должны ссылаться и лайкать авторитетные эти, так скажем, источники. Ну, другие топовые эти блогеры. Тогда, да, тогда оно в топ будет заходить. Ну, хач как-то изобрел какой-то метод. Я все-таки считаю, что первоначально он все-таки как-то его туда загонял каким образом. Ну, как-то химичил, короче говоря. Да. Понятно, понятно. Но я давно тоже думал над этим делом, что круто придумать какой-то инструмент продвижения такого видосов. И продавать это будет вообще огромный денег. Любую компанию, там, хлоп, завели свой канал и бах-бах-бах. Вот смотришь, бывает в топе такая ерунда, но откровенно видно, что полнейшую чушь сняли и каким-то образом продвинули в топ. Ну, тут видишь, если коммерческие ролики тебе снимать, да, там, говоришь, вот компания какой-то, надо же, чтобы все равно какой-то, наверное, на канале сериал был, чтобы люди туда подписывались. Да, ну, чтобы было интересно. Конечно. Так, что-то бы еще такое вспомнил, задать каких-нибудь интересных вопросов. А, книги какие любимые? Я вот, бывают, обзоры книг делаю иногда, или, по крайней мере, у интересных людей интересуюсь их любимой книгой. Какая вот любимая книга? Я вот знаю, что путешествие Москва-петушки, вот это вот все, но на самом деле, какая вот самая любимая? Да у меня нет таких, скажем так, любимых книг. Вот, сейчас спросишь меня, там, какая вот у тебя, их, книга же это просто источник информации, так же, как, например, интернет, или там, как говорят, что, про чужие, как сравниваешь, и ты вот в интернет. Интернет, это раньше на телефон, то есть это средство передачи информации. Просто когда, там, я не знаю, телефонов не было, или там, телевизора не было, были книги, которые через буквы информацию передавали, то есть, это все равно, что сказать, там, не знаю. Все понял. И по поводу книг, просто есть направление, да, например, вот, нонфикшн нравится, всякая научно-популярная литература, там, по всем, всем этим современным делам. Такие смежные, скажем так, вещи. Понял, тогда такой вопрос, какая книга больше всего тебя впечатлила, что ты прямо вот запомнил ее? Что прочитал и бахнул, вот, вот, сильная информация для тебя была. Тут пробки, конечно, то, что празднование 1 мая, тут вообще, даже у тебя не знаю. Да какие же тут пробки-то, это не пробки, это так. Ну, обычно ты пролетаешь, да, по сравнению с Москвой, может быть, там, с Красноярским даже. Ну, в общем, какая, какая книга такая, чтобы прямо вообще огонь? Так. Какую бы ты книгу сам себе посоветовал, там, вот, было тебе, там, может быть, 20 лет, да, и ты бы сказал, Женя, прочитай обязательно, вот эту книгу ты должен прям прочитать. Да нет, какие-то, я бы это не сказал бы, я просто, понимаешь, вот, для меня книга, если вот брать ее на... Извини, 5 секунд. Одна из достопримечательностей, Святой Михайловский собор. Вот, сейчас мы где-нибудь устанем. Так, что, что ты говорил, прости, что... Ага, одна из таких книг, которая... Для меня самое главное, понимаешь, описать едиными какими-то законами все, что происходит вокруг. Вот, если эта книга, вот, найдется, да, которая описывает какими-то простыми словами, там, как мироустройство, да, вот, вот, вот эти книги, я считаю, полезными. То есть, человек расширяет свой мир, он понимает, как этот мир устроен, как, какие механизмы, да, там работают. Вот это самое главное. Давай тут встанем, я думаю, мы просто не встанем потом там дальше. Там все будет заставлено, там очень мало места. Так, а мы... Мы буквально тут поднимемся, посмотрим на площадь и вернемся обратно. Максимум это займет у нас час. Максимум. Прямо вот... Слушай, Андрей, может, побыстрее? Давай побыстрее, потому что я все-таки... Понимаешь, это как в Казани. Давай, 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 оставайся, еще оставайся, а потом раз. А люди-то по домой пошли, а я поехал на трассу. Понял, понял, ладно. Тогда... Я как поеду, ну, вижу, что красота. Ладно. Столпотворение просто такое. Вот я, например, вот есть книги там про теорию хаоса, да, мне вот очень нравится, которая объясняет там вообще устройство вселенной, да. Там, там, либо уже по той же плантовой... Сейчас, извините, жена, видимо, звонит. Алло, мы уже не стали заходить, но едем, сейчас уже буквально на трассу едем, пробки еще везде по городу, вот, и, соответственно, обратно поеду, я позвоню, хорошо? Все. Все. Ну, ладно, тогда просто приеду, и все. Ладно, все, тогда пока. Короче, научная и литература нравятся. Да, 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 да. Вот, например, вот книги, которые, да, вот, квантовая физика, да, ну, которая объясняет простым языком, как устроен вообще там мир. Мы же все состоим из электронов, ой, не из электронов, а из кварков, и на разных этапах состоим из разных этих, как составляющих веществ, и в конце концов там из кварков. И мне вот интересно, например, вот такая литература, да, которая объясняет там законы физики, там, не знаю, законы всего, вот, в таком контексте. Или, например, вот теория хаоса, даже книга вот есть, это Билли Вильямса, там он описывает теорию хаоса согласно торговле этих на рынке движения цены. Но он описывает это с точки зрения погоды, да, с точки зрения, там, я не знаю, там, других каких-то факторов, да. У него там половина книги, как раз вот про теорию хаоса, как ее, там, основоположники этой теории рассматривали. Он его рассматривает с точки зрения торговли на финансовых рынках, что как движется цена, и что это торговый хаос, он, ну, вот, он присутствует, книга, кстати, называется торговый хаос. Прикольно, прикольно, ну, я посмотрю обязательно. Да, вот такая литература художественная, ну, я не знаю, мне она просто кажется, как я считаю, что художественные книги, они вызывают эмоции, да, они вызывают какие-то переживания, и, соответственно, я эти переживания могу в сериалах подчеркнуть. Ну, жалко время тратить на художественную литературу. Понял, понял твою позицию, как бы, да, интересно. Смотри, вот здесь вот, как бы, главная площадь у нас называется, да. Там вот будет сейчас пруд, монумент, тоже, ну, можем остановиться, но буквально вот на пару секунд. Мы можем на дороге проехать, я просто поснимаю это, и все. Пусть люди сами приезжают, вы же. Ну, тоже верно. Тебе столько городов еще предстоит, что ты, в каждом потом уже все памятники одинаковые. Так они у меня уже и так, все церкви одинаковые. Да, да, да. Памятники, люди, нет, вот люди разные только. Чеваши одни лица. В Саранске другие лица, ну, то, что вот я в прошлый раз ездил, в Адмуртии третьи лица, то есть, нет, не поймешь. Понятно, я камеру-то свою выключу. Ага, давай.